Для меня риск это прыгнуть с парашюта. Жить в этой стране, вот это риск. Да в принципе риска как таковых не бывает. Риск для меня это способ получить удовольствие. Путешествовать в одиночку в новую страну. Здравствуйте. На телеканале просвещение программы «Все свои». Программа, где встречаются молодые люди, чтобы обсудить и поспорить о самых важных и сложных вопросах. В нашей студии разговор идет легко, смело и самое главное честно, ведь здесь все свои. Почти каждый из нас в своей жизни сталкивался с возможностью рискнуть, однако не каждый ею воспользовался. Почему одни люди предпочитают спокойную жизнь, а другие получают истинное удовольствие от опасности? Об этом и многом другом в нашей сегодняшней программе, тема которой – риск. У нас в гостях Дмитрий Москвин. Дмитрий Москвин считает себя свободным человеком. Жизненный принцип – лучше всю жизнь прослыть извращенцам, чем никогда не испытать этого. Юрий Холин. Юрий Холин. Геймер. Жизненный принцип – рискуй осмысленно. И Роман Лукьянченко. Роман Лукьянченко. Студент-активист. Жизненный принцип – быть самим собой и никому не доверять. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, поскольку наша передача посвящена рискам и риску в жизни. А для вас что такое понятие риск? Роман, давайте начнем с вас. Ну, для меня понятие риск – это какая-то экстренная ситуация, в которой нужно пойти на те вещи, которые я бы не смог в обычной жизни. То есть, это ситуация, которую я в жизни просто так бы не сделал. Роман, например, какие это вещи? Ну, грубо говоря, там, не знаю, прыгнуть там с… С парашютом с десятого этажа. Ну да. Очень рискованно. Без парашюта. Без парашюта. Возможно. Это уже что-то запретило риск. А вот, например, не знаю, перейти улицу на красный свет – это достаточно рискованно для тебя? Нет. Это, конечно, не так рискованно. То есть, это не настолько. Дима? Да, ну вообще риск по канонам – это вероятность наступления некого неблагоприятного исхода. В моем случае это, не знаю, упасть и поломать себе что-нибудь, да, хотя, в принципе, ситуация не располагала к тому, что… Либо я оценил эту вероятность как некую незначительную, но, тем не менее, это случилось. А только лишь негативный исход? Допустим, вот если я рискую, но хочу благожелательности какой-то, да, я хочу положительного поступка. Неужели я, получается, по вашему мнению, не рискую? Ну, вообще риск – это всегда плохо. Ну, для меня риск – это действие или состояние, которое приносит, как бы, какие-то плоды только за счет некоторых лишений, ну, возможно, или шансы некоторых лишений. То есть, вот тот же, как упоминали, перейти улицу, то есть, сэкономишь время, ну, можешь получить, как бы, травму. Вот. Некоторые риски оправданы, некоторые – нет. То есть, вот, прыгать с парашютом, например, я совершенно не буду, потому что риск есть, а как-то, он ничем не оправдан. А вот, я не знаю, там, переходить улицу, как чтобы упоминали, вполне можно. Я люблю рисковать осмысленно, когда риск, он чем-то оправдан. Да, я в Афганистане всегда рисковал, поэтому живой. Нет, я не люблю рисковать лично, потому что я по природе перестраховщик, и я считаю, что если есть возможность избежать риска, лучше это сделать. Ну, бывает. Сказать, что люблю – нет, но бывает, что приходится рисковать. Дима, ты считаешь, что риск должен быть оправдан? Каждый решает сам для себя, каждый выбирает степень риска, приемлемый для себя лично. А вы для себя как решили и что решили? Переходили на красный свет или прыгали с парашютом, и то и другое сделаю, если в этом есть какой-то смысл. Если я увидел очень симпатичную девушку на той стороне дороги, и она вот-вот сядет в трамвай или в автобус, естественно, я перебегу на красный свет. Серьезно? Я могу принять эту риск, да. И каждый раз, когда вы будете видеть симпатичную девушку, каждый раз будете перебегать? Я не сказал, что каждый раз. А, не каждый раз? Ну, разный случай. А вы вообще рисковый человек? Да. Роман, а вы рисковый человек? Я бы не сказал. То есть, бывали случаи, ситуации, когда да, но в большинстве случаев не было таких ситуаций, что прям рисковал чем-то или кем-то. То есть, я бы сказал, нет. А хотелось бы? Ну, не знаю, там также прыгнуть с парашют, да, это очень огромный, это выброс адреналина, это ощущение, как, не знаю, как на машине ехать 300 км в час. То есть, это незабываемое ощущение. А ты резил? Ну, я ездил не 300, а 250 ездил. Но это не 300, это, конечно, уже, я считаю, что когда уже за 200, ты уже, каждый километр, это уже что-то... Но тебе не хватает этого адреналина? Знаете, ну, после того, как я получил права, как бы, поездив по городу, ну, вполне в день вот так вот... При получении прав уже получили очень много дреналей. То есть, 250 было на этапе получения прав? Можно сказать, даже до. Дима, вот ты сказал, что ты достаточно рисковый человек, в чем проявляется вот эта твоя страсть к риску? Почему ты можешь назвать себя рисковым? Ну, я считаю, что риск мой, который я так или иначе выражаю в каких-то действиях, да, он дает мне некую степень свободы. Потому что я человек, который очень ценит свое чувство свободы, свою некую независимость. Понятно, что все мы часть, как бы, общества и так далее, но вот это незабываемое чувство, когда ты, например, несешься на, не знаю, мотоцикле или катишься с горки на сноуборде, там, совершенно сумасшедшим образом, ну, ты забываешь обо всем остальном. Вот ты один наедине с собой, там, своим телом, возможностями, наедине с природой, просто она может либо тебя покалечить, либо ты доедешь и получишь много фан. Дим, ну, ты не зря оговорился, сказав про общество. Есть известная ленинская цитата, что живя в обществе, невозможно быть свободным от общества. Когда ты говоришь о мотоцикле, да, или о машине, это все прекрасно, когда ты доставляешь удовольствие себе, но ты ведь и можешь доставить определенную опасность, да, представлять определенную опасность в глазах других, общественности. Это вопрос уже, как бы, ответственности человека, который берет на себя риск, этот он должен осознавать, что он, как бы, не один во вселенной, да, и вот сейчас, в данный момент, там, на горке или на чем-то еще, да. Я приведу такой пример, что вообще по социальной вовлеченности, да, я человек, который до лета этого года работал в крупной российской компании, которая входит в ТОВ-20, на топовой должности. То есть я человек не оторванный, вообще говоря, от соусом, человек, который, ну, чего-то достиг уже в этой жизни, да. То есть я не могу сказать, что я полностью выключаю себя из этой системы, нет. И хотел дополнить это тем, что несколько людей в должности вице-президентов этой компании, они являются очень известными в России байкерами, с татуировками, со всей положенной атрибутикой. То есть люди, которые получают баснословные деньги, которые входят там в правление, в советы директоров, в очень крупной компании, тем не менее, почему-то занимаются вот этим. По мнению многих ученых, считается, что геймеры тоже рискуют, потому что, ну, правда, не в физическом смысле, а в эмоциональном, потому что они каждый день, там, буквально 6-7 часов проводят за компьютером, у них рисковые ситуации вот там на экране возникают, и поэтому очень сильные эмоциональные нагрузки. Вы себя причисляете к таким рисковым людям? Нет. Это не риск? Я считаю, что эти ученые просто не играли в игры. Там, несомненно, есть какие-то эмоциональные моменты в играх, но эмоциональным риском я бы это не назвал. Потому что там бывают ситуации, когда люди там умирают, треигровые, много, но это зависит от людей. Сама игра, игры вообще, они сделаны в первую очередь для расслабления, как бы, снятия стресса, развлечения. То есть телевизор там или книги никто же не причисляет к риску. Нет, ну, секундочку, это понятно, это для обычного человека, но когда мы говорим о геймерах, это ведь фанатики, условно говоря. Ну, люди, которые сидят 7-8 часов, вот они же рискуют, в конце концов, своим здоровьем, хотя бы зрением. Ну, это, как я говорю, оправданный риск. То есть я получаю за свое потерьное зрение как-то 8 хорошо проведенных часов, условно говоря. А стоит ли игра свеч? Для меня, да. А стоит ли игра глаз? Это как бы каждый решает для себя, степень оправданности риска для меня вполне имеет. Очень многие геймеры становятся программистами, и многие программисты, возможно, я, может, и ошибаюсь, а многие программисты в офисах, значит, работают. А вот они рисковые и нерисковые люди? Я, честно говоря... Офисные люди вообще, они рисковые? Ну, в основном нет. Если ты соглашаешься на то, чтобы вставать там, в 9 идти на работу, в 6 уходить с работы, как бы и ничего больше, самым большим приключением иметь в себе выезд там в Египте летом, то какой тут экстрим? На обороне покататься? Летом, когда акулы в Египте, это очень рисково. Ну, так что... Купаться ночью без трусов тоже. Или когда революция, скажем. С другой стороны, каждый человек сам определяет, насколько он рисковый. То есть, я вот, например, тоже на горных лыжах катался и в водные походы хожу, но я не считаю это риском. А ты вообще рисковый человек? Нет, я считаю, что как это... Если риск не оправдан, я на него и не пойду. То есть, те же прыжки с парашютами, там, катание под 300 километров, мне неинтересно. Потому что выброс адреналина мне как-то не приносит такого удовольствия, а делать это просто ради того, чтобы что-то кому-то доказать, так я всем, кому надо, и так уже все доказал. А почему такое разграничение? Вот горные лыжи это можно, а прыгать с парашютами нельзя. А где вот эта грань, когда ты определяешь, риск это или не риск? Грань управляемая, как это... Управляемая опасность. Ну, я могу управлять, то есть, на 300 километрах машину уже особо не поуправляешь. Я бы сказал, предсказуемо. На крутом склоне лыжи тоже особо не останавливаешь. Вы катались на лыжах когда-нибудь? На горных нет. Вот там то, что показывают по телевизору, возможно, на таких склонах и нельзя. А я катался, например, на Эльбрусе, несмотря на то, что он за категориями, там горки, там все довольно просто. Юра, ну ты говоришь о предсказуемости ситуации. Да, а прыгать с парашютом, например, это непредсказуемо. Прыгать там, я не знаю, как люди по электричкам скачут, там с электрички на электричку перепрыгивают, вот это тоже совершенно как-то риск ради риска. Или когда с зайцами они по электричкам скачут? Нет, это вполне оправданно. А это предсказуемость ситуации вполне. Это экономия денег, скорее всего. Не скучно ли, когда все предсказуемо? Нет, это как раз и хорошо. Вот главная проблема. Когда дело делается как-то правильно и хорошо, оно само по себе приносит удовольствие. То есть, хорошо выполненная работа приносит удовольствие. Хорошо сделанное дело, хорошее прокатывание на лыжах, спуск на лыжах, он тоже приносит удовольствие именно тем, что он хорошо прошел из-за всяких экстремальных моментов. Кто-то говорит, ох, я чуть там не сорвался, а я радуюсь сильно тому, что хорошо, как по книжке спустился. Бывают, конечно, моменты, когда хочется полихачить или что-нибудь такое. Выпустить чертика. Да, да. Прогуляться. Но обычно такие моменты кончались не очень хорошо. Чертик погибал. Рома, у тебя когда-нибудь выгуливался чертик? И погибал ли он после этого? Если бы погиб он, то погиб бы и я, наверное, скорее всего. Ну, были ситуации в жизни такие. Расскажи, пожалуйста. Ну, наверное, одним из рисковых моментов, я решил пойти научиться кататься на байке, на городском байке. До этого я катался на скутере. Но, знаете, даже на скутере хватает. Рискованно. Рискованно, да. Особенно, когда вы уезжаешь на шоссе, где много фур. Поэтому было решено, что нужно что-то помощнее, чтобы не ездить среди этих фур, а более быстрее передвигаться. И пошел. Ну, я начал учиться. Я первый раз сел на 400 кубовый мотоцикл. Ну, это 2-3 секунды до сотни. То есть это люди на 40 км в час разбиваются, а здесь 2-3 секунды, и ты тоже можешь навсегда покинуть. Ну, в итоге я отучился, я даже немного ездил. Но в итоге понял, что пока для меня это неоправданный риск. Рисковый род деятельности – это прыгать с парашютом. Человек идет по улице, и это уже само по себе риск, потому что там можно придумать, на него могут напасть хулиганы, пьяные водители, он может подскользнуться, там с неба может упасть кирпич или та черепаха и все что угодно. Риск в производстве сельскохозяйственной продукции. Спорт. Промышленный альпинизм. Риск связан с авиацией. Я работаю в лесу с животными, и моя жизнь происходит в основном на охоте, а охота – это всегда риск. Дим, можно один такой вопрос? Поскольку ты у нас единственный фактически рисковый человек здесь, с каким родом деятельности, занятий можно связать риск? Вот это интересно. Какие бывают? Вот кроме прыжков с парашютом, что еще? Биржа. Это очень рисковое занятие? Да. Что еще? Это тоже адреналин? Это очень большой адреналин. Риск-менеджмент там вообще на первейшие, наиважнейшие вещи. Я просто достаточно долгое время занимался как хобби и этим видом деятельности. Но бывали периоды, когда терял половину депозита и ночами не спал, несколькими подряд. Но было такое состояние угнетающее, скажем так, и угнетенное. Люди, которые играют на бирже, вот прям играют, они рисковые люди? Как правило, да. Бывает по-разному, на самом деле. Есть люди, но это, видимо, уже какая-то такая своя философия, люди к этому приходят, они очень спокойны. Но вообще есть такая вещь, как код Бусидо, да, путь самурая определенный. Там одна из таких прописных истин, что настоящий самурай, он в итоге спокоен, потому что он достиг гармонии, он готов к смерти. Ну, наверное, любой трейдер, который достиг определенных успехов, он так иначе готов к своей смерти, как трейдер, поэтому он спокоен. Дмитрий, ты готов к смерти? Как трейдер. Я как трейдер. Субборайскому геройству. Я пережил не одну смерть как трейдер, но по-прежнему жив физически, как человек. Это не может не радовать. А если вы говорите о таких рисках в области азарта, вы когда-нибудь играли в карты, скажем, на деньги? Вот там риск есть? На большие деньги. Или ставки делали, да, на большие деньги. Играл на спички, на доминошки, на деньги никогда. И вы тоже не играли? Ну, я поигрывал. И против этого? Преференс. На эти самые, на весты, так? Ну, то есть, в профессиональных этих не принимал участие, только там в кругу друзей. Рома? Ну, я особо тоже. Ну, играл в покер, да, но это тоже фишки просто не на деньги. Помните, как Герман в пиковой даме Пушкинской уже рискнул? Ну, тройка, семерка, туз. Он знал этот секрет трех карт. Он рискнул и проиграл все. Но он готов был рискнуть. В этом романтические идеалы. Вам не кажется, что современное общество все больше и больше стремится к какому-то буржуазному, скучному образу жизни и отказывается от романтизма как такового? Вот где риск в нашей жизни каждый день? Вина в социальных программах, мне кажется, который мы так или иначе ловим и по телевизору, и, в принципе, везде, идя по дороге, едя на машине, их можно долго перечислять, да, но определенная такая как бы линейка в голове выстраивается, цепь событий, да, что я должен идти вот таким путем, там, пойти на работу, сначала поучиться, заработать себе денег на крутую машину, потом я уже смогу там развлекаться или что-то еще делать. У меня будет там супер-женщина там и так далее. Мне кажется, тут немножко не в том дело, просто сейчас основной мир состоит как бы из среднего класса. Когда ты как-то ходишь каждый день на работу и так... Сразу не согласен со средним классом. Ну, то есть как раз вот те вон топ-директора, они вот как раз чем-то занимаются. То есть они не сидят на кухне перед телевизором, они там ездят по шевелям. Это скорее желатый миллиард, средний класс. Вот-вот-вот, да, говоря о нашей стране как-то средний класс. И о нашей. А так вот когда людям приходится зарабатывать на жизнь каждый день, там, не отвлекаясь, у них остается все меньше времени на эти рисковые поступки, потому что как я сделаю рисковый поступок, то потом моих детей будет кормить. Дима, скажи, пожалуйста, вот ты себе представляешь тот момент, когда ты перестанешь рисковать? Вот что должно произойти, чтобы ты сказал, что все, хватит, я закончил? Я думаю, что я покину этот свет, потому что... Это, кстати, очень хорошо сказано, поскольку только на кладбище бывает стабильность. А пока мы люди, мы должны рисковать. Не, ну, смотрите... Неспокойно среди нас. Считывая движение почвы, даже на кладбище не бывает стабильность. Даже так, даже так. В принципе, вообще жизнь – это риск. Без него никуда. Я могу выйти на улицу, и на меня что-то упадет. Или я там провалюсь в колодец. Что наша жизнь, игра. Просто кто-то об этом думает и заморачивается, а кто-то просто живет и старается думать о чем-то другом. Тима, вот, ну, судя по вышесказанному, нелегко бросить риск, если уже попробовал. А насколько легко было начать? Вот каков был твой первый опыт? Как ты к этому пришел, как решился на риск? Слушай, я вообще человек деятельный, не могу сидеть тебе без дела какого-то, да? Наверное, первое мое сознание того, что я чем-то рискнул, и действительно, этот риск, он вылился в некую потерю здоровья немножко. Это было в школе, когда я одновременно занимался там и тэквондо, и футболом, и еще там рядом вещей. И в итоге привело к тому, что из-за нагрузок организм был растущий. У меня слоились кости на обеих ногах, то есть там произошла некая такая неприятная ситуация. Я понял, что с организмом не шутки, и нужно где-то там знать меру. Вот как это получилось, да, что я так вдруг одномоментно заинтересовался всем сразу? Я не знаю. Ну, как-то тут, видимо, логично. Роман, у тебя слово, а то ты у нас сидишь, отмалчиваешься. Мы, в общем-то, коллективно так пришли к мнению, что риск – это получение удовольствия, тем не менее. Кто-то так получает удовольствие, кто-то иначе. Поскольку ты человек нерисковый, я хочу узнать, где ты получаешь удовольствие, почему ты отказываешься от риска, и в пользу чего ты отказываешься? Ну, то же самое также. Просто без того, чтобы пойти куда-то, например, на природу, я иногда лучше посижу дома и, не знаю, посмотрю фильм, поиграть в те же компьютерные игры. То есть вот так вот. Но иногда бывают такие моменты, что уже надоедает эта обыденность вся жизненная. Вот пришел, научил бы, пришел домой, там, покушал, там, посмотрел, пошел спать. С этой обыденной жизнью уже иногда начинает найдать. Хочется что-то новое, хочется иногда тоже рискнуть. Ну, и? Пойти и открыть банку помидоров. Роб, собственно, я хотел поспорить. Вот ты говоришь, фильм посмотреть, а тебе не кажется, что происходит определенная подмена в нашем обществе? Люди, стараясь не рисковать или боясь рисковать, идут и смотрят фильмы, где рискуют, играют в игры, где рискуют, да? И они свою настоящую жизнь куда-то, да, заменяют виртуальную жизнь. Ну, возможно, да, есть такое. То есть ты как раз заменяешь и сознательно. Ну, довольно сложно пойти на улицу и повторить, например, то, что показывают в каком-нибудь форсаже. Вот, если у тебя только разбитая копейка, там, без бензина. Ну, что можно? Нет, ну, что можно? То есть пройти, как бы, повторить какой-нибудь Mortal Kombat. Достаточно выйти ночью на улицу, и очень быстро получишь все, что хочешь. Вот, просто в фильмах-то это все так показывают красочно, а на самом деле... Нет, на самом деле все, конечно, иначе. Но, тем не менее, Юр, ты же понимаешь, что вот она настоящая жизнь. Выйди, посмотри, и тут так много рисков. Буквально заверни за угол, вот сразу же будет риск. Я тебе уверен, там, может быть, кирпич или рояль будет падать. Ты попробуй скользнуть от этого рояля, уже риск. А ты сидишь дома целыми днями за компьютером, играешь в какие-то квейки, квесты и прочее. Но это же подмена настоящей жизни, нет? Настоящих рисков. Ничуть, на мой взгляд. Есть примеры жизни, извините, что я его встреваю, не так давно, может быть, года два назад, в Корее произошел случай, когда, ну, там, сейчас повальные, насколько я знаю, влечения в мире онлайновыми играми, да? Вот, видимо, это была там, не буду ее называть, но какая-то онлайновая игра. И корейская семья, муж с женой, имея ребенка маленького, просто о нем забыли, и он умер. Да, было дело. Из-за того, что они тупо сидели вот там, для них как бы эта реальность вон там в компьютере, она оказалась ценнее, что ли, или они просто, не знаю, забыли, я не знаю, какая здесь цепь событий привела к каким последствиям, да? Но ребенок умер. Там еще было интересного, там, недавно читал тоже какая-то пара, китайская, ребенка взяла и продала куда-то там. Чтобы оплатить себе годовую подписку. Да, подписку на игры, интернет. Как ты себе представляешь общество без рисков? Скучно будет жить в нем? Самому обществу нет. С нашей точки зрения, возможно, будет скучно. А вот внутри самого общества, я думаю, будет вполне себе ничего. Потому что сложно оценивать общество изнутри. Потому что это будет норма и будет цениться как норма. Как-то это все серовато получается. Есть пример, да, вот каменный век возьмем, да? Я не был, но я много слышал. Была такая штука, забава, да, охота на мамонта. Обычное явление, в принципе. Совершенно верно. Если это представить сегодня, это мегаэкстремальный спорт. Конечно, но тогда это тоже был определенный риск. Ну, это риск, но это как пойти на работу сейчас. На работе тоже риск. Сломался у тебя карандаш, грифель отскочил глаз, травма. Цент, да, цент несколько рук понизился. Нет, я бы это сравнил с охотой скорее. Охота, это получение удовольствия, но все-таки с риском. Ну, в общем, мысль в следующем, что... Если вспомните фильм, был такой «Я робот», например. Да, да. Человек там несся на некой машине со скоростью, ну, так, насколько я могу оценить, ну, километров, наверное, 300 в час. При этом не рулил и просто сидел расслаблялся. К вопросу о том, что сейчас скорость 300 км в час, о которой мы упомянули, да, это некое такое экстремальное вождение. Спустя там, если пофантазировать, сколько-то веков, 300 – это норма. Человек даже не думает. Потому что за него думает там все остальное, электроника, автоматика. То есть понятие риска, оно меняется в течение времени, оно как-то динамично, как и все. Да даже не с течением времени, чтобы далеко не ходить. Вот зайдите в какой-нибудь Суздаль, я тут был не так давно, там главная улица ни одной почти машины. Взять какого-нибудь человека, живущего в Суздале, и сказать ему, «Да где Ленинский простек без этого?» Без пешеходного перехода, как там, все снуют, он же скажет, что это снорцельный риск. Дашь просто. Просто каждым десятилетиям, с каждым веком, конечно, у нас в обществе и технологии настолько инновационные, что риск и так сводится к минимуму. То есть машина усовершенствуется, там, обнаружение пешеходов, там, зоны скрытые, которые, когда ездишь на машине, можешь не увидеть, все. Не согласен. Жизнь становится все сложнее и сложнее, да, во-первых, людей становится больше и больше, технологий становится больше, вообще, как бы, вот эта эра, там, технократии, да, она накладывает определенные, как бы, отпечатки вообще, как бы, на жизнь и на риски, в частности, потому что чем сложнее механизм, тем он ненадежнее. Ну, трудно сказать, учитывая то, что собираются чипы всякие, значит, в голову. Ну, шанс, что какой-нибудь спутник упадет на голову сейчас намного выше, чем сто лет назад, когда их не было. Ну, да. Но зато шанс того, что упадет спутник, запущенный сейчас, чем спутник запущен, там, в 37-м году, там, существенно меньше. Да, существенно меньше, конечно. Потому что этих стабилизаторов, там, еще чего-то. И вот в смысле, многие мыслители о чем говорят? О том, что страх большой и боязнь сейчас возникает перед тем, что в результате вот этой футуризации мы можем пойти к тоталитарному обществу, причем не 20-го века, а именно тотальному прям обществу, когда не будет ни риска, ни любви. Об этом, собственно, и все утопии. Что даже любовь сведена на нет, что все рационально. Вот ты мне подходишь, поэтому мы будем с тобой жить вместе. А ведь любовь, она основана на риске. Как можно от этого отказаться? Вот, был даже фильм такой, название, к сожалению, не помню, когда там какая-то некая девушка потерялась, потом ее нашли, и она влюбилась в того человека, который там был в спасательной группе. А чтобы встречаться с человеком, нужно было иметь тот же цвет там некого кристалла. У всех были кристальчики, там, синий, зеленый, красный цвета. А вот ей встраивают, у него синий, у него там, раз, зеленый. Все, пусть закрыт. Ой, да этот, Оруэлл, 1984, посчитать, вот это, нет, это не относится, а просто к тому, что там вот все это описано. Так вот мы и говорим, вот вы яркие представители того, что не нужно рисковать. Если таких, как вы, будет больше, как раз то общество, которое описывал Оруэлл, и наступит, понимаете? Как я говорю, со стороны, то есть изнутри общества все будет замечательно. С одной стороны, а вот конкретному индивиду будет плоховато. Общество, как бы, будет, естественно, терять риски, но для конкретных людей, мне кажется, сейчас, вон, возьми вертолет, улети за Алтай, куда-нибудь на Алтай, там, тебя выбросят, и 400 километров пешком по полюсу пройди, вот, вполне риск. А какой ты самый безумный поступок в своей жизни совершал? Я, когда начинал кататься на лыжах, в Югославии еще, когда она еще была в Югославии, вот, в первый день, то есть я первый раз надел лыжи и увидел клевый кресельный подъемник. Я же на них не катался никогда, я вообще только первый раз в гору выбрался. Я на него сел и поехал, вот. Ну, оказалось, что это была трасса довольно сложная, вот. А я со своим умением ехать только прямо спускался с нее часа три, потому что приходилось ехать, ну, там, прямо, упал, встал, одел лыжи, поехал. Вот это, на мой взгляд. Я так на коньках катаюсь до сих пор. И причем забрался туда, там можно было спуститься обратно на нем же, но вот тут я как-то подумал, что да ладно, спущусь, и это было, наверное, самое безумное, что я делал, потому что спускался я реально с этой горки часа три с половиной. Когда лет 8-9 было у меня на даче, мы с ребятами решили пойти поиграть в дома. Ну, был садовый, грубо говоря, дача и дома, где живут люди постоянно. Там была футбольная площадка. И вот мы знали, что, скорее всего, мы огребем от них, скорее всего, мы потеряем мячик. Мы скинули себе деньгами там по 50 рублей, но это тогда был мячик 100 рублей 200, скинули себе предварительно на мой мячик. Вот, пошли туда, только мы подходим к этой игровой площадке, сразу. Ну, я вот так вспоминаю, сначала выбежало человек пять, что-то загоречали, мы побежали. Потом слева от себя я увидел, наверное, человек десять. То есть вот это да, это было потом. Но в итоге мы от них убежали. Один парень нас догнал, говорит, а что вы бежите? Я говорю, а вы что за нами? Ну, мы так поинтересовываться, что вы сюда пришли. Ну, пока все, он бежал. В итоге после этого туда и особо не приходили. Дим, ну, твой самый рисковый поступок, давай. Что здесь столько было? Наверное, понес портфель для девушки, которая в третьем классе. Почему я? Риск было не донести, потому что. А, тяжело, да? Очень. Надо дорваться и, в принципе, не вырасти вот таким красавцем, каким сейчас. Чем все закончилось? Ну, ты-то видишь, чем закончилось, Коля? Ну, что ты вот вопрос задаешь? Не добился, к сожалению, взаимности. Риск является некой формой творчества, потому что люди, которые рискуют, тоже что-то творят. Риск — это своего рода искусство. Есть ребята, которые рисуют граффити, конечно, очень рискуют, все-таки как-никак незаконно. Рискованный спорт, экстремальный туризм, он очень привлекает людей. И те, кто придумывают новые формы этого экстремального туриста, конечно, должны быть людьми творческими, чтобы к ним пришли клиенты. Безусловно, риск является некой формой творчества, поскольку рисковать надо все-таки красиво. Есть такое выражение, что отказаться от риска значит отказаться от творчества. Не является ли риск какой-то особой формой творчества или даже искусства? Вообще любые научные открытия делаются людьми, которые все-таки так или иначе креативны, скажем так. То есть те люди, которые в рамках системы уже сложившись, они вряд ли что-то откроют. То есть гений, он всегда какой-то такой замороченный человек. Он очень такой отстраненный и, как известно, гений признают после их смерти. Тоже такая вещь. Я во время жизни тоже вот стал стынгой был. Впрочем, он не рисковал. Но это исключение, да, он не рисковал. Дима, ты надеешься, что тебя признают как гения? Я еще раз говорю, я не хочу добиться какого-то признания себя кем-то. Но я хочу оставить свой след в жизни. То есть не прожить пустую жизнь. Каким будет этот след? Будет это след на планете Луна от моих кроссовок или это что-то другое? Я не знаю. Вот честно сказать. Я не знаю. Спросите меня. Я не отвечу на этот вопрос. Рома, риск — это искусство? Скорее всего, да. Тут же, например, кинорежиссер, который может снять фильм, он рискует своей профессией, своим каким-то талантом. Вдруг этот фильм не выйдет в кинотеатр, его не оценят или еще что-то. Или тот же певец, например, начинающий, который вложил все деньги прямо на запись своего альбома. Ну, не получилось. Да нервной системой они рискуют. Ну, это да, тоже. Там и деньги тоже большие. Вдруг он продал, заложил квартиру и решил, вот, и все, а у него не получилось. Ну, риск и творчество — это, конечно, всегда вещи будут вместе. Ну, я так не считаю. Да, это очень важно. Потому что современное творчество вообще, на мой взгляд, полностью подконтрольно всяким большим дядям. То есть сейчас очень мало какого-то независимого творчества. А творчество, вот, как Рома, ну, предрежиссеров там и музыкантов, на мой взгляд, это не больший риск, чем ходить каждый день на работу, там, переходя там дорогу и боишься, что тебя собьет машина. Каждый делает... Ну, то есть есть некий повседневный риск, как вот, что собьет машина, там, нападут гопники, что угодно там. Ну, а творчество в более вот широком, понимание, да? То есть как катаешься на лыжах, может быть, тебе хочется какой-то финт новый, да, сделать? Я, к сожалению, не знаю, как это правильно называется терминологически. Если хочется, я его сделаю. То есть... Новый. А повышен? То есть это творчество... Ну, тогда и посмотрим, как говорится. То есть ты в этот момент что-то новое делаешь, привносишь, да? То есть это творчество в некоторой степени? Или нет? Нет. Я говорю, творчество, на мой взгляд, оно направлено на других людей. Если я что-то делаю с риском, я это делаю в первую очередь для себя. Ну, потому что я получаю от этого отдачу. Тот же финт, я его... Не буду делать, чтобы показать, что я это умею. Я буду делать... Других ты рисковать не будешь? Тут... Опять же, человек эгоистичен. Если я буду рисковать ради кого-то, то только ради тех людей, которые мне ценны. И как это? Все равно профит мой выйдет. Ну, если будешь идти и увидишь девушку утонущую... Благодарность девушке, она перевесит риск утонуть. Нет. Ну, пока, спасибо, и все это для тебя. Хватит. Мерзавец. Да, да. Я сброшу обратно. Рома, ты готов рисковать за других людей? Вот за себя, может быть, не очень готов, а за других? За близких людей, друзей, скорее всего, да. То есть, для... Ну, разные ситуации будут там тоже девушке помочь. Но, скорее всего, да. Ну, то есть, мне все равно, там, чего она... пригласит меня куда-то сходить или просто скажет спасибо. Все равно я знаю, что я помог человеку, мне как-то будет более спокойнее, чем я пройду мимо и... Ну, разные ситуации бывают всегда. Фишка в том, что, на самом деле, в таких стрессовых ситуациях мозг отключается полностью, и там нет такого, что у тебя есть возможность подумать и выбрать. Обычно это все... Ну, согласен. Легко сидеть на диване и разговаривать, прыгнем ли мы за девушкой, когда-нибудь, там, зимой в воду. Нет, ну, даже у тебя риск обдуманный, что ли, бывает? Ну, у меня, в основном, да. Нет, ну, человек стоит на тарзанке, например, да, там, 200 метров вниз, у него есть время подумать, прыгать ему или, там, с парашютом, он может отказаться в любой момент. То есть, ну, риски разные бывают. Бывает внезапный риск. Бывает риск, когда, там, действительно, там, к нему готовишься годами. Успех без риска невозможен. Ну, без риска ни одно дело не выйдет. Успех без риска возможен. Я думаю, возможен успех без риска, но, скорее всего, наверное, такой успех надо чуть больше подождать. Если человек умный, он может и без спора, без риска на все пойти спокойно очень и добиться своей цели. Людям не обязательно рисковать, чтобы в чем-то достичь успеха и им в этом могут помочь. А как вы думаете, рисковые люди в глазах общества выглядят респектабельнее, выгоднее? Ведь есть знамятое выражение «кто не рискует, тот не пьет шампанского», ну, для отрезвенников выражение «кто не рискует, тот не пьет боржоми». Вот, действительно, каждый раз, когда мы произносим эту фразу, мы говорим «вот ты, значит, успешный человек, ты вот человек с большой буквы». Или все-таки рисковые для вас люди – это люди страшные, с такими лучше не связываться? Как я уже говорил, для меня рисковый человек, который выполняет рискованные действия, награда за которые не равна, собственно, риску, который делает риск ради риска. Смотря на то, как человек рискует, если он вообще безумный, может пойти застрелить кого-то или еще что-то сделать, просто человека ударить. Конечно, с таким человеком я, скорее всего, не буду связываться. так же мой круг общения нет от каких-то людей, которые там безумствуют каждый день, что-то вытворяют. Ну, это общая норма, там, для нас, сейчас для общества, наверное, пойти ударить просто кого-то – это же неправильно. Ну, и, как бы, я с таким человеком вряд ли буду общаться и поддерживать какие-то в том же сфере бизнеса. Хотя, если он будет… Вдруг ударит. Ну, если ударит, отвечу. Нельзя же быть всегда пассивным. Там, как бы, одна неправильная, с моей точки зрения, посылка прозвучала в самом вопросе. Вот риск, как я уже сказал, это вещь индивидуальная для каждого. То есть, неправильно понимать риск как способ получить чего-то одобрения. То есть, вот, я рискую, я хочу, чтобы кто-то одобрил меня и, посмотрев на меня, сказал, вот, он рискует, он такой большой молодец. Нет, он не хочет, но так выходит. Да пусть выходит. Нормальному человеку, у которого здоровье, здоровое чувство риска и понимание этого чувства, он делает это для себя, в первую очередь, ему, в принципе, по барабану. Момент эпатажа, он может быть везде, в том числе, вот, мы сейчас пришли, три веселого друга на эту передачу, да? Ну, каждый, наверное, пришел каким-то своим причинам. Ну, вы не рисковали, когда приезжали. Я добирался по московским пробкам, в принципе, это всегда некий риск. Потом машины… Но, тем не менее, ведь риск в какой-то степени со славой связан. Вот, ты хочешь понравиться кому-то, поэтому рискуешь. Есть ведь такое. Скажем, ты идешь с девушкой и видишь бугаев, который пристает к другой девушке. И ты, чтобы понравиться своей, а не той, не чтобы спасти, а чтобы понравиться своей, пойдешь и набьешь им морду. Если эта девушка так думает, и она разделяет вот эту точку зрения, лучше не встречаться с такой девушкой. Ну, так выходит. Ну, неважно, как она думает. Выходит по-разному, в том числе и так. По-разному? Юра, ты так думаешь. Ну, что? Я говорю, каждый случай индивидуальный. То есть, и девушка с бугаяни, ну, я пойду, наверное, спасать эту девушку. Вот. Ну, ты готовь ради любви, скажем, совершить безумный поступок. Вот, ты. Скажем так, когда до этого дойдет дело, я и решу, готов я или нет. Не нужно бояться ничего. Сделайте первый шаг, и, возможно, результат приятно вас удивит. Но не забывайте, что риск – дело благородное только тогда, когда он продуман. Это была программа «Все свои» на телеканале «Просвещение». Если вы хотите стать участником программы или предложить темы для обсуждения, посылайте сообщение на нашу электронную почту «Все свои» собакопросвещения.тв. До встречи на следующей неделе. Спасибо вам большое за беседу. Всего доброго. за просмотр!